Джек Лондон Сказание о Кише Давным-давно у самого полярного моря жил Киш. Долгие счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов, и которую сами передадут своим детям, и детям своих детей, а те своим. И так она будет переходить из уст в уста до конца времен. И зимней полярной ночью, когда северная буря забывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья, и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу, достиг почета и занял высокое место в своем поселке. Киш, как гласит сказание, был смышленым мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже тринадцать солнц. Так считают на севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, дабы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости, но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца. А Киш был всего только мальчик, мать его всего только женщина, и о них тоже забыли. И они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу. Но как-то вечером в большой иглу вождя Клошквана собрался совет. И тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов. «Я скажу правду», — так начал он, — «мне и матери моей дается положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей». Охотники и совсем седые, и только начавшие сидеть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны, все разинули рот. Никогда не доводилось им слышать подобных речей, чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова. Но Киш продолжал твердо и сурово. «Мой отец, Бог, был храбрым охотником. Вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бог один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших. Что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля. «Вон его!» — закричали охотники. «Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать! Мало он еще разговаривает с седоголовыми мужчинами!» Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение. «У тебя есть жена, углук!» — сказал он. «И ты говоришь за нее, а у тебя, массук, жена и мать, и за них ты говоришь. А у моей матери нет никого, кроме меня. И потому говорю я, и я сказал. Бог погиб, потому что он был храбрым охотником. А теперь я, его сын и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я Киш, сын Бога!» — сказал. Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами. «Разве мальчишка смеет говорить на совете?» — прошамкал старый углук. «С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин?» — зычным голосом спросил массук. «Иль я уже не мужчина? Что любой мальчишка, которому захотелось мясо, может смеяться мне в лицо?» Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать. Грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпаемый бранью он вскочил с места. «Слушайте меня, вы, мужчины!» — крикнул он. «Никогда больше не стану я говорить на совете. Никогда! Прежде чем вы не придете ко мне и не скажете. Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил. Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бог, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и переносить мясо и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью от того, что у них нет мяса. В то время как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. Я, Киш, сказал все». Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево. На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. Много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возрастно ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой, да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально. «Он скоро вернется», – сочувственно говорили женщины. «Пусть идет, это послужит ему хорошим уроком», – говорили охотники. «Он вернется скоро, тихий, покорный, и слова его будут кроткими». Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а киша все не было. Айкига рвала на себе волосы, вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть. Мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря. Однако на следующий день рано утром киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть души убитого им зверя, и поступь его стала надменной, и речь звучала дерзко. «Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу», — сказал он. «За день пути отсюда найдете много мяса на льду, медведицу и двух медвежат». Айкига была вне себя от радости. Он же принял ее в восторге, как настоящий мужчина, сказав, «Идем, Айкига, надо поесть». «А потом я лягу спать, потому что я устал». И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд. Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя — дело опасное. Но трижды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, который принес Киш. И это поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на севере это нужно делать сразу, как только зверь убит. Иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож. А возвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду — дело нелегкое. Но, пройдя на место, они увидели то, чему не хотели верить. Киш не только убил медведей, но и рассек туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности. Так было положено начало тайни Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает?» — спрашивали охотники друг у друга. «Даже собаки не берет с собой. А ведь собака — большая подмога на охоте». «Почему ты охотишься только на медведя?» — спросил его как-то Клош-Кван. И Киш сумел дать ему надлежащий ответ. «Кто же не знает, что только на медведя так много мяса?» Но в поселке стали поговаривать о колдовстве. «Злые духи охотятся вместе с ним», — утверждали одни. «Поэтому охота его всегда удачна. Чем же можно иначе это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?» «Кто знает. А может, это и не злые духи, а добрые?» — говорили другие. «Ведь отец его был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваги?» «Кто знает?» Так или не так, но Киша не покидала удача. И нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая старая старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то, и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его, и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клошквана. Но больше всего занимала все умы тайно-чудесной охоты Киша. И как-то раз Углук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве. — Тебя обвиняют, — зловеще сказал Углук, — в сношениях злыми духами. Вот почему твоя охота удачна. — Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш. — Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? — Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад просто потому, что тебя душит зависть? И Углук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать заглядатаев по следу Киша, когда он снова пойдет на медведя и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись дрожать нетерпение. Так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клошквана был спешно созван совет, и Бим, тараща от изумления, глаза начал свой рассказ. Братья, как нам было приказано, мы шли по следу Киша, и уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь. Больше и не бывает, перебил Боун и повел рассказ дальше. Но медведь не хотел вступать в борьбу. Он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону. И за ним без всякого страха шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. А Киш шел прямо на медведя. Да-да, подхватил Бим, Киш шел прямо на медведя. И медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик. И медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их. Тут поднялся крик, и все выразили сомнение. Углук прямо заявил, что он не верит этим сказкам. Собственными глазами видели мы это, убеждал их Бим. Да-да, собственными глазами подтвердил. Ибо он и так продолжалось долго. А потом медведь вдруг остановился. Завыл от боли и начал, как бешеный, колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду. Да, большую беду, перебил Бим. Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли. И всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видал. Да и я не видал, опять вмешался Боун. А какой это был огромный медведь. Колдовство, проронил углук. Не знаю, отвечал Боун. Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел. И тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой из стороны в сторону, а потом садился и рычал, и выл от боли, и снова шел. А киш тоже шел за медведем, а мы за кишем. И так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли. «Это колдовство!» — воскликнул углук. «Ясно, что это колдовство!» «Все может быть!» Но тут Бим опять сменил Боуна. Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу. И снова и снова пересекал свой след. И, наконец, пришел к тому месту, где встретил его киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И киш подошел к нему и прикончил его копьем. «А потом?» — спросил Клош-Кван. «А потом киш принялся освежевать медведя. А мы побежали сюда, чтобы рассказать, как киш охотится на зверя». К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже. Но он велел сказать, что голоден и устал, и что его иглу достаточно велика и удобна, и может вместить много людей. И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился в иглу киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но киш был совершенно спокоен. Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом. «Ты должен нам объяснение, о киш! Расскажи, как ты охотишься. Нет ли здесь колдовства?» Киш поднял на него глаза и улыбнулся. «Нет, о Клош-Кван, не дело мальчика заниматься колдовством, и в колдовстве ничего не смыслит. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя. Вот и все. Это смекалка, а не колдовство. И каждый может сделать это. Каждый наступило долгое молчание. Мужчины глядели друг на друга, а киш продолжал есть. «И ты... Ты расскажешь нам, о киш?» спросил, наконец, Клош-Кван дрожащим голосом. «Да, я расскажу тебе». Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места. «Это очень просто. Смотри». Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке. Тогда он внезапно разжал руку и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира. «Вот так», — сказал он. «Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку. Вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус, вот так, хорошенько его свернув, и закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится, медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто». И углук воскликнул. «О-о-о-о-о!» И Клошкван сказал «А-а-а-а-а-а-а». И каждый сказал по-своему, и все поняли. Так кончается сказание Акише, который жил давным-давно у самого полярного моря. И потому, что Хиш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что пока он жил, народ благоденствовал, и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью от того, что у них нет мяса. Академия Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...